Всем привет! С вами Информ ТВ. Анатолий Владимирович Ромашин – советский актер, режиссер и педагог, народный артист. Родился он в Ленинграде в семье рабочего и бывшей горничной. Через год у Ромашиных родился второй сын Владимир, который стал впоследствии знаменитым оперным певцом. В 1959-м Анатолий был принят в труппу театра имени Маяковского, в котором прослужил с перерывами до 1992 года. В 55 лет Анатолий Владимирович становится профессором Института кинематографии по специальности актерское мастерство. Он воспитал ряд талантливых актеров, а в конце 80-х начинает выезжать в Голливуд для проведения мастер-классов. Творческая биография Анатолия началась в 1958-м со съемок в военной драме «Ветер». В 1963-м он перевоплотился в Дзержинского в ленте именем «Революции», а вскоре на экраны вышел фантастический фильм «Гиберболоид инженера Гарина». До самых 90-х он практически ежегодно снимался в двух или в трех проектах, а во время кризиса количество фильмов уменьшается. Актер чаще появляется в ролях второго плана. Это были такие ленты, как «Волкодав», «Желание любви» и «Самозванцы». В 1989-м он пробовал себя в качестве кинорежиссера, сняв картину «Без надежды, надеюсь». Личная жизнь актера слаживалась непросто. Ромашин был женат пять раз, но жен у актера было всего три. Первый раз официальные отношения он оформил с Галиной, студенткой экономического института, от которой у него родилась первая дочь Татьяна. В будущем она руководитель телеканала. Второй супругой актера стала коллега по цеху Маргарита, испанка по национальности. С ней Анатолий Владимирович заключал брак целых три раза. В результате этих довольно сложных отношений родилась вторая дочь Мария. Третий раз Ромашин женился в 58 лет на киевлянке Юлии Ивановой. Девушке на тот момент было всего 18. Она училась в театральном училище и вскоре стала актрисой. В 97 году она подарила супругу третьего из детей, сына Дмитрия Ромашина. Смерть актера произошла неожиданно. Анатолий был полон сил и преподавал у студентов кинематографического института. На даче в Подмосковье актер даже выстроил настоящую сцену прямо на участке. В 2000 году в августе преподаватель ожидал группу студентов, которые собирались приехать к нему на репетицию. Придомовую композицию портила только старая высокая сосна. Хозяин решил спилить дерево и во время работы сухостой повалился на актера. Травмы были несовместимы с жизнью. Вот такой нелепый уход из жизни прекрасного актера и талантливого человека. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!